Ещё совсем недавно выходу очередной Toyota Camry были бы посвящены тысячи публикаций, постов и телевизионных эфиров. Ведь этот автомобиль для многих россиян был символом жизненного успеха, а не просто средством передвижения. В новой реальности информационного шума нет, ведь новинка сможет добраться до нашей публики только одним путём — через параллельных импортеров, а место легенды постепенно занимают китайские одноклассники. Сейчас Camry по большей части приходит через Казахстан, где налажены официальные продажи экземпляров японской сборки. У наших соседей самый простой вариант бестселлера стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей в переводе. Также серые импортеры не брезгуют привозить и технику китайского происхождения. Правда, за машину актуального образца нужно отдать почти 5 миллионов рублей. Продажи экземпляров следующей серии должны стартовать весной, причём сразу на всех рынках. И русские фанаты легенды явно огорчатся, увидев изображение новинки. Ведь модель сохранила прежний силовой каркас, который лишь оброс другими кузовными панелями. С ними машина сохранила знакомый образ, но стала больше соответствовать духу времени. При взгляде сбоку свежий вариант даже легко спутать со старой 70-кой. Однако спереди различия очевидны. А вот оформляя корму, дизайнеры только освежили прежние решения. Без подсказки можно заметить иные фонари, хотя остальные нововведения, включая более рельефные бёдра задних крыльев, приходится буквально выискивать. Зато полностью переделанный салон заметен сразу. Это свежее прочтение идей 30-летней давности, что явно придётся по вкусу аудитории Toyota Vodov. Вопреки моде японцы даже не стали отказываться от обилия физических кнопок. Что касается техники, то на заокеанском рынке Camry теперь предлагает только гибриды, а двигатель V6 вообще отправлен в отставку. В основе единой силовой установки лежит двух с половиной литровый четырёхцилиндровый атмосферник, которому ассистирует пара электромоторов. Суммарная отдача этой связки — 228 сил. Также заявлена полноприводная версия, где задние колёса приводятся отдельным электромотором. И в этом случае совокупная мощность составляет 235 сил. На других рынках, в частности, китайском, будут исполнения без электрических довесков. Кстати, в Поднебесной иным будет не только набор агрегатов, но также внешность, интерьер и оснащение. Всё это мы сможем увидеть своими глазами, как только серые продавцы наладят поставки параллельных 80-ок.